Здравствуйте! В эфире программа «От шабата до шабата». Меня зовут Михаил Рабинович. И сегодняшний выпуск мы по понятным причинам начинаем с развития ситуации в сфере безопасности. Мой первый собеседник сегодня – это военный корреспондент Сергей Гранкин. Сергей, здравствуйте! Вам слово. Да, добрый вечер, Михаил. Хотя он, конечно, не очень добрый. Снова приходится рассказывать о теракте, как это происходило ни раз, ни два, ни три, к сожалению, на протяжении всего минувшего месяца. Мы ожидали, что Рамадан, конец Рамадана, день независимости, были даты, которых мы ждали. И думали, что после этого волна террора прекратится. Но, честно говоря, на минувшей неделе Исмаил Хане нас предупредил, открыто и откровенно, что с Рамаданом никакая волна терактов не закончится, Хамас свою деятельность сворачивать не собирается. И, кстати, параллельно Хамас взял ответственность за теракт в Риэле предыдущий. Ну и вот трагедия в Иляде. Четверг вечер, сразу после окончания Дня независимости Израиля. Это ультрарелигиозное поселение, люди выходят с вечерней молитвы, их не очень много на улице. И на улицу вырываются два террориста, вооруженные топорами, которые бегут просто и рубят всех подряд. Страшное зрелище, как говорят очевидцы, есть и камеры видеонаблюдения, но их даже не публикуют, эти кадры, потому что это невозможно смотреть, это что-то за гранью, какой-то фильм ужасов. И под топор попадают шесть человек, трое сразу погибают на месте, но после такого удара в голову выжить практически невозможно. Еще трое до сих пор в крайне тяжелом состоянии, находятся в больнице Бейлинсон в Петахтикве. Террористы из Дженина, их имена уже известны, их продолжают искать. Есть разные слухи, кто-то сообщает, что их уже задержали, кто-то пишет, что нет поиски, продолжаются. Наверное, в ближайшие часы мы получим сообщение армейской прислужбы. Но просто была суббота, и по понятным причинам сообщения поступали реже, чем обычно. Тем не менее, в районе Дженина уже прошла минувшей ночью широкомасштабная операция, задержан отец одного из террористов, проведен там обыск. Ну, то есть, армия уже вышла на след, и полиция, и спецслужбы. И ясно, что их поимка – это вопрос какого-то времени. Дженин продолжает оставаться таким центром террора. И, к сожалению, операция «Волнарез» в этом смысле помогла, конечно. Несколько важных, серьезных банд террористов уничтожены, разрушены, арестованы, перестреляны. Но, тем не менее, там постоянно появляются новые и новые боевики, и они не самозарождаются из воздуха. Откуда там столько террористов? Почему так много вооруженных людей именно в Дженине? Все очень просто. В 8 месяцев израильская армия по соглашению с властями палестинской автономии не заходила в Дженин. То есть первый заход в Дженин был фактически началом операции «Волнарез». Это чуть больше месяца назад. До этого Дженин не трогали. Даже когда был побег из тюрьмы Гильбоа, помните, там палестинская полиция проводила операцию, израильские солдаты их только прикрывали, палестинских полицейских. То есть была договоренность прямая с Абумазаном, что он обеспечивает Дженине безопасность. Израильтяне Дженин не трогают, и, соответственно, таким образом обеспечивается стабильность на территориях. Как всегда, вот эти радужные планы, благими намерениями, мы знаем, куда выстелена дорога, вот так оно и получилось. То есть террористы за год практически со свободы действий смогли создать новые боевые ячейки, вооружиться, подготовиться, нарисовать планы. И некоторые из этих планов, к сожалению, даже осуществить. И, собственно, мы постоянно об этом рассказываем. Тем не менее, операция «Волнарез» будет продолжена. Она идет в Дженине и сегодня, и будет идти ближайшей ночью. Понятно, что, в конце концов, боевиков схватят и этих, и других, и тех, кто оказывает сопротивление. Сразу после теракта армия получает приказ действовать жестче, чем обычно. Просто еще, чтобы продемонстрировать силу, чтобы следующие террористы не пошли за своими героями. Каждый теракт вызывает так называемый автошок, да, то есть эффект вторичный. Как после землетрясения. То есть, когда убивают евреев, тысячи молодых палестинцев мечтают тоже оказаться на фотографиях на стене соседского дома, в интернете, лучше, конечно, без надписи «Шахид», хотя некоторые мечтают, собственно, и об этом тоже. И после каждого теракта, соответственно, количество попыток нападения на израильтян увеличивается. Это известная статистика, ничего с этим не поделаешь. Так что ближайшие дни тоже будут крайне опасными. Собственно, командование Центрального округа в этом не сомневается. Боеготовность снова наивысшая, как была в День независимости. Кстати, парадокс, да, то есть боеготовность наивысшую отменили буквально за час до теракта в Эляде, просто потому что закончился День независимости, и уже даже оперативный штаб рассматривал вопрос о том, что нужно отменить режим закрытых территорий. Ну, понятно, что режим не отменили сразу после теракта, и отменят его, по всей видимости, если ничего больше не произойдет, через 4 часа. То есть в 12 ночи режим закрытых территорий будет отменен, и тысячи, десятки, сотни тысяч палестинцев снова поедут в Израиль. Говорят, что палестинцы, у которых есть разрешение на работу в Израиль, опасности не представляют. Нападают в основном те, у кого нет разрешения, так называемые нелегалы, они пролезают через дырки. Ну, вот, кстати, двое жителей Джанина с уголовным и террористическим прошлым, у них не было разрешения, они бы и не смогли его получить, даже если бы захотели, просто потому что уже познакомились с израильским законом, один из них даже с израильской тюрьмой. Но, вот, тем не менее, вопрос, отменять или не отменять режим закрытых территорий, он, с одной стороны, экономический. Понятно, стройки встанут, палестинцы денег не заработают, останутся дома, кому-то придет в голову шальная мысль, и он пойдет на улицу с ножом или бросать камни. С другой стороны, политический. Ну, вроде как, правительство наше гордится тем, что вот экономическими мерами они добились лояльности от большей части палестинцев, и поэтому нету массовых беспорядков, массовых демонстраций, в этом смысле, с их точки зрения, Рамадан прошел более-менее спокойно. Но при этом есть главный самый вопрос, вопрос безопасности, и вот тут, конечно, возникают некоторые проблемы, очевидно, да, что есть и среди тех, кто имеет разрешение на работу, люди, которые сочувствуют террору или хотят стать шахидами, это понятно, это известно. И главное, что была раньше политика кнутая пряника. То есть, есть теракт, значит, есть наказание, значит, люди не выходят на работу, и они, остальных террористов, которых они, конечно, знают, в своей деревне, например, просто по-хорошему, по-соседски предупредят, что не дай бог, нам нужны деньги, нам нужна работа, прекратите там или переезжайте из деревни, или откажитесь от ваших намерений. То есть, кнут тоже необходим. Израильское правительство пока действует только методом пряника. То есть, теракт, послабление, теракт, из газа выпускают людей на работу, еще один теракт, ну да, выводят шесть батальонов на заградительное сооружение, но при этом не запрещают въезд палестинцам в Израиль и продолжают экономические проекты с тем же Хамасом, который откровенно угрожает Израилю, откровенно заявляет, что будут теракты, и эти теракты происходят. Я, кстати, напомню, что Исмаил Ханей, когда делал свое заявление о том, что теракты будут продолжаться и после Рамадана, параллельно еще и взял ответственность за теракт на въезде в Ириэль, который произошел в конце прошлого месяца. И в этом смысле Хамас сделал это совершенно безнаказанно. То есть, вообще не было никакой реакции со стороны израильских властей. Наверное, была реакция у силовиков. То есть, были задержания хамасовцев, какие-то новые активисты Хамаса попали в разработку и будут задержаны в ближайшее время. Такие стандартные меры, но вот самый простой и действенный экономический способ наказать Хамас – просто перекрыть, например, строительство газопровода в сторону электростанции «Газа». Этот проект, которым Хамас особенно гордится и надеется, что в ближайшие недели «Газа» будет обеспечена электричеством полностью, без перебоев, и это действительно скачок в уровне жизни. Или, например, просто закрыть КППРС для 20 тысяч палестинцев. Из «Газа» эти 20 тысяч палестинцев сами придут к лидерам Хамаса и зададут вопрос «А зачем вы это делаете? Зачем вы подрываете наше благосостояние? У нас только жизнь началась, мы только зарабатывать начали, и вы опять, собственно, провоцируете Израиль, опять лишаете нас работы, денег, и сажаете в эту клетку под названием «Газа». Рыболовная зона, помните, такая была? И когда были теракты, ее сокращали, и это тоже было наказание для «Газа». И рыбаки на этот раз уже приходили к Хамасу и задавали вопросы. Ничего этого пока не сделано. Но мы дождемся завтрашнего дня, может быть, после заседания Узкого комитета безопасности какие-то решения в этом направлении будут приняты. Сергей Гранкин, большое спасибо. Спасибо, до свидания. Сейчас немного рекламы, поговорим о двух главных событиях этой недели, которые являлись таковыми до последней эскалации в сфере безопасности. Я говорю о Дне памяти павших воинов и жертв террора и о Дне независимости нашей страны. Об этом сразу после рекламы. В эфире программа «От шабата до шабата». На минувшей неделе, еще до эскалации насилия, в Израиле вновь происходили события, неизменно поражающие не местных жителей и во многом определяющие характер местных. Израиль отмечал два главных дня года в светском календаре. День скорби и день радости. День памяти павших воинов и жертв террора и день независимости. Эти дни идут встык, и между горем и весельем нет даже секундного перерыва, что так удивляет гостей Израиля и так хорошо характеризует самих израильтян, вечно спешащих жить, но вместе с тем бережно хранящих память о своем народе, государстве, истории. О том, как прошли эти два дня в этом году, специальный репортаж Сергея Услендера. Каждый день Арманда Сегев входит в автобус 149 маршрута к Фарсаба-Тель-Авив, проверяет билеты, а потом рассказывает пассажирам свою историю. Он – живое воплощение государства Израиль, хотя сам сильно постарше страны, в которой живет. Ему 90 лет, и в бесконечных войнах, в которых участвовал и сам, потерял родственников. Его брат Карло погиб на Синае в шестидневной войне. Это тяжелые дни для меня, хоть и праздничные. В День памяти я чувствую скорбь, как и почти каждая семья в Израиле. Но для моей семьи это особенно тяжело. У нас трое погибших. Арманду был телохранителем первого премьер-министра Израиля Бен-Гуриона, того самого, который провозгласил создание еврейского государства. Но тогда, 74 года назад, казалось, что шансов нет совсем. Народу 800 тысяч. Вокруг кольцо врагов, которые напали многотысячными ордами на второй день существования страны. Нечем отбиваться, нет оружия и нет денег, чтобы его купить. Но израильтяне доказали, что врагов можно остановить буквально голыми руками, а в пустыне, среди песка и камней, построить преуспевающее государство. Было бы желание и был бы народ. Наш народ страстно желает единства. Столько взаимной ответственности в нашей душе. Это видно и в минуты кризиса, и в нынешний день. Это декларация того факта, что все мы на одном пути, пути героизма, скорби и боли, преданности и силы. Мы все здесь вместе, одной судьбой, с одной целью. Граждане Израиля, мы сражаемся с жестоким и страстно желающим нашей смерти врагом. День за днем мы получаем напоминание о том, что этот путь еще не завершен. Наши враги, вместо того, чтобы строить свою жизнь и будущее, не оставляют желания разрушить нашу жизнь. Но где они и где мы? Израиль воюет всю свою историю. 24 068 человек погибли, отстаивая его независимость. В их честь звучит над страной траурная сирена, напоминая о цене, которую приходится платить за свою свободу. Но траурные мероприятия всегда сменяются праздничными. В небе над Израилем парад ВВС. Краса и гордость, длинная рука государства, от которой нет спасения его врагам и у которых нет достойного противника нигде, на Ближнем Востоке. Сотни тысяч израильтян наблюдают за пролетами и фигурами высшего пилотажа. Времена, когда евреям приходилось воевать голыми руками, давно прошли. статистика радует. 74 года назад в стране было 800 тысяч человек, сейчас больше 9,5 миллионов. Страна молодая, во всех смыслах, 28% израильтян это дети до 14 лет. Экономика растет, израильские технологии используют по всему миру, а международные корпорации стоят в очередь, чтобы купить какой-нибудь стартап. А вот кому не позавидуешь в день независимости, так это вегетарианцам. Отовсюду доносится умопомрачительный запах жареного мяса. Это непременное занятие в главный государственный праздник. Накануне в магазинах разбирают все, что имеет отношение к барбекю. Откуда пошла такая традиция наедаться в этот день жареным мясом никто уже не упомнит. Но дело это обязательно. И не стоял у мангала, значит не патриот государства Израиль. Поэтому стоят все. Недаром израильтяне шутят. Дым от наших мангалов в этот день видно даже из космоса. Сергей Услендер, Григорий Бадо, специально для 9 канала. Сейчас немного рекламы, после чего мы продолжим разговор об итогах 74 лет израильской независимости. В эфире от шабата до шабата и мы продолжаем обсуждать тему, поднятую в предыдущем блоке. Главную тему недели. День независимости государства Израиль. Как выглядит и какой репутацией пользуется это государство, в каком мире находится и какое будущее его ждет. Ко мне в студии присоединился гендиректор еврейского евразиатского конгресса Хаим Бен Яков. Хаим, добрый вечер. Добрый вечер. Израиль создавался как государство для всего еврейского народа. Однако, согласно статистике, сегодня в Израиле живет лишь 45% всех евреев мира. То есть, цель недостижима, миссия невыполнима, все евреи в Израиле все-таки никогда и не приедут. Убежден, что цель достижима. Во-первых, с праздником вас и всех наших телезрителей, а также их знакомых и друзей в самых разных местах, как говорят, во всех странах где есть Кока-Кола, потому что там живут евреи. Вот попробуй собрать из всех стран где есть Кока-Кола, чтобы они сюда приехали. Но вы назвали серьезную цифру, 45% еврейского населения мира всего живет в Израиле, но при этом это самая большая еврейская община в мире. Больше всего на втором месте Соединенные Штаты Америки и только затем с большим отставанием европейские еврейские общины. Вы знаете, что государство Израиль по-прежнему остается государством всего еврейского народа. И совсем недавно, кстати, это было декларировано в израильском законодательстве, где точно записано в законе о национальном характере государства Израиль, что это государство всего еврейского народа, как той части его, которая живет здесь, в государстве, так и еврейских диаспор. И это действительно принципиальное, философское заявление, то, что касается сионистского характера нашего государства. Суть сионизма это защищать интересы еврейского народа не только живущего здесь в государстве Израиля, но и живущего в самых разных еврейских общинах по всему миру. А процесс продолжается. Сионизм жив. Сионизм без сомнения жив. Чем отличается сегодня сионизм 2022 года от сионизма, который существовал 100 лет назад? Да, от сионизма Герцля вы хотели, наверное, спросить. Вы знаете, что Теудор Беньямин Зеев Герцель он создавал собственно движение и собрал сионистский конгресс для того, чтобы оказать помощь евреям Российской империи, которые с его точки зрения подвергались гнету, страданиям и погромам. И западное еврейство, которое не чувствовало на тот момент непосредственной опасности, поддержало эту идею. И Базельский конгресс произошел, мы все это знаем, историю. который призвал евреев организоваться и спасать евреев подвергающимся преследованиям и страданиям или убийствам. И с тех пор это продолжается. И поэтому сионистская идея всегда действовала на платформе выталкивающих сил. То есть всегда действовали силы, которые говорили или намекали, а иногда откровенно кричали евреям. Настало время уйти, как Аврааму когда-то сказали. библейскому нашему праотцу. И другие силы, которые привлекают человека в эту страну. Это может быть теологические силы, как в случае с Авраамом. Бог ему сказал, куда идти, он шел, не зная, куда идти. И есть другие сегодня силы, привлекающие современного еврея сюда, в государство Израиля. Привлекающие в Израиль или выталкивающие его из привычной среды обитания в стране исхода. А вот это два процесса, всегда действующих параллельно. Какой бы период исторический вы не взяли. А какой сегодня сильнее процесс? Притяжение евреев к Израилю или все-таки отчуждение их? Глазами смотрящего, я бы так сказал. Люди, которые сегодня принимают решение о переезде в государство Израиль, приезжают достаточно в высоко развитое государство с высоким уровнем жизни, с страшно высокими ценами, которые, кстати, являются уже отталкивающим фактором здесь на сегодняшний день. И вы знаете, что сегодня огромная турбулентность происходит в центральной и восточной Европе. Геополитический конфликт между Россией и Украиной, ужасный гуманитарный кризис, который сегодня находится в центре Европы и вовлечены в него не только Россия, Украина, но и многие другие страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Молдавия, Румыния, Венгрия. Огромное количество беженцев находится в Западной Европе. И весь регион, включая Казахстан и Киргизию, оказались вовлеченными в достаточно серьезные и турбулентные процессы. Совсем недавно события происходили в Казахстане. И при теперешней скорости жизни уже многие позабыли, но там пострадали даже еврейские инфраструктуры. Мы до сих пор ремонтируем еврейский общинный центр в Алмате. Поэтому процессы репатриации сегодня сюда происходят. И они не похожи на те процессы репатриации, которые были два года назад, двадцать лет назад или сто двадцать лет назад, когда приезжали сюда евреи. сегодня люди относятся несколько иначе и наши политики не всегда точно, на мой взгляд, понимают, каким образом сюда люди принимают решение сюда приехать и что надо сделать для того, чтобы принять этих людей самым эффективным и достойным образом. А израильское общество, вы посмотрите, мы внимательно отслеживаем, что происходит в социальных сетях. такого отклика и желания помочь, как происходит сегодня, и репатриантам из Украины, и репатриантам из России, которые приезжают в Израиль, на моей памяти за 33 года последних здесь в Израиль никогда не было. Мне кажется, это постоянное явление. Я приехал в 96-м году и людей, желавших мне помочь, было немало. И все остальные, кто приехал вместе со мной, тоже получали здесь помощь, там, я не знаю, кастрюлю, там, ночлег, начиная от корзины абсорбции или там бесплатными билетами на концерт и кончая людьми, которые готовы наполнить холодильник продуктами и сделать скидку там на какие-то услуги и товары и так далее, и так далее. Здесь общество ориентировано на прием репатриантов по большому счету и государственные институты к моему большому удивлению отреагировали достаточно быстро в течение нескольких недель сумели организовать центры и перестроились институты МВД и то, что мы называем бюро по связям НАТИФ и другие государственные и квази-государственные структуры оказывают достаточно квалифицированно и быстро необходимую помощь репатриантам. Ну, а то, что в жизни человека, оставившего свою налаженную более-менее жизнь, оказавшимся без кредитной карточки в стране, где он не до конца понимает язык и ментальность, это тоже неудивление, и мы все, конечно, должны способствовать приему этих людей. Ну, чтобы не было чужих, нужно было, чтобы все приезжающие сюда понимали особенности нашей израильской и еврейской идентичности, да, для того, чтобы этому соответствовать, или хотя бы не противоречить открытое публично, чтобы это не вызывало негативных реакций. А что такое сегодня еврейская, израильская идентичность? Можно ли поставить знак равно между еврейской и израильской, или все-таки это разные какие-то поставки личности? Это огромный вопрос. Кстати, об отношении потенциальных репатриантов к еврейской и израильской идентичности мы задавали такой вопрос людям до репатриации, то есть людям, находящимся в еврейских общинах Казахстана, Молдовы, Белоруссии, России, Украины. Мы делали этот опрос полтора года назад. Понятно, что за это время многое изменилось, пандемия, сегодняшний конфликт. И тогда почти 48% евреев сказали, что центр их иммиграционных настроений является государство Израиль. Сколько процентов вчера? 48. Чуть менее половины. Чуть меньше половины. Это уже хороший показатель, считается. Это хороший показатель, без сомнения. Теперь, люди, которые здесь, которые приезжают в государство Израиль, что же такое израильская идентичность? Если вы возьмете представителей различных групп из секторов израильского общества, наш предыдущий президент, по-моему, говорил о четырех племенах, составляющих сегодняшнее израильское общество, как он их там поделил, это спорный вопрос, но есть, скажем, светские израильтяне, есть ультрарелигиозные израильтяне, и между, например, этими двумя группами достаточно много различного. Если вы поговорите с этими, поговорите с этими, то вы увидите, что между ними есть достаточно много различного в их подходах даже. Они, получается, в разных Израилях живут, эти люди? Они живут в разных Израилях, но на самом деле они живут в одном государстве Израиля. И когда несколько лет назад наш высший суд справедливости, судья Бара, кстати, попытался сформулировать, что же такое израильская идентичность, он ответил на этот вопрос очень просто. Он сказал, это иврит, и отмечать израильские праздники. Все вот эти племена, Харидим, например, светские израильтяне, все будут отмечать, и все отмечают День независимости, каждый по-своему. У этих это так, произносят эти молитвы, может быть, а кто-то из них и не произносит молитвы, имея в виду, что он ее не произносит, специально, чтобы подчеркнуть свое отношение или свое положение. Но, тем не менее, люди здесь живут, и язык иврит, например, он все-таки стал одним из, может быть, консенсусных таких символов Концепция Бога в этом списке и вера в Бога в этом списке не присутствует. Израильские праздники, безотносительно к религии, да, и иврит. Без сомнения. Судья Барак не зафиксировал там отношение к Богу в своем судебном постановлении. Но, в принципе, при опросах выясняется, что многие или почти все израильтяне отмечают, например, Песах. И когда светских израильтян, заявивших, что они, атеисты, спросили, почему же вы отмечаете Песах, они сказали, потому что Бог вывел наших далеких предков из Египта. Кто-то из них не сказал Бог, но вывела какая-то высшая сила наших далеких предков из Египта. Исход, это факт, и давайте об этом не забывать. Об этом не забывать и отмечать праздник Песах. И на столах у некоторых, кто не соблюдает даже, или у большинства людей, будет обязательно маца и марора, горькая зелень. Ну, а о том, как отмечается праздник День Независимости, кстати, был большой спор, считать ли это праздником, или это просто особенный день. Большинство израильтян считают, что это праздник. Отмечают его по особому, особым стилям, и те, кто уже приехал в Израиль, могут посмотреть буквально со своего балкона или через окно, а те, кто не приехал, мы их приглашаем с удовольствием присоединиться к нам на будущий год, и, как мы говорим всегда, на будущий год в Иерусалиме. Яма мангель самех, в общем, День Независимости, но это еще и так, потому что главная традиция в этот день, кроме наблюдения за воздушным парадом, конечно же, еще пожарить шашлыки. Ну, пожарить мясо, это, кстати, по всей видимости, то, что говорят этнографы, это, видимо, американское влияние, потому что в Америке принято тоже жарить на День Независимости американские. Да, вот в Израиле любят все американское. Это наша такая израильская интерпретация американских традиций. То есть мы идем вслед за Америкой, а как же роль Израиля в мире как пример для других народов? Орли Гуим, эта концепция все еще существует, мы еще являемся примером для кого-то в этом мире. Смотрите, совсем недавно мы были в Лондоне на конференции, которую проводила израильская газета Jerusalem Post. Лондонская интеллигенция и элиты рассматривают Израиль как действительно стартап-нейшн. народ стартапов. Это до сих пор так, не только известная книжка, написанная двумя американскими авторами, нация стартапов, сегодня продолжает оставаться модным уже больше 10 лет, но из Израиля исходит огромное количество инициатив в самых неожиданных областях деятельности и это вызывает удивление, практически удивление во многих местах мира. в том числе и в развитых странах Европы и Соединенных и Северной Америки. Израиль продуцирует самое большое количество в мире стартапов. Израильские университеты на душу населения. На душу населения. И в абсолютных подсчетах это тоже иногда цифра очень впечатляющая. Израильские университеты занимают очень достойные строчки в международных рейтингах. выпускники израильских университетов современные модные рейтинги вот нам например рассказывают количество выпускников университета которые поступают в наиболее передовые технологические компании как например Google, Microsoft, Facebook и так далее. Так вот израильтяне занимают первые строчки в этих рейтингах по количеству принятых выпускников израильских университетов в эти компании это признание качества израильского высшего образования и особенности национального подхода к карьере к построению карьеры и учебе и национального характера когда люди готовы пойти на релокейшн поменять место своего проживания поехать учиться проявить студенческую академическую и деловую мобильность открыть для себя новые возможности в бизнесе в месте проживания и при этом большинство израильтян мечтают вернуться сюда даже те которые уехали и работают в Соединенных Штатах вот в Тель-Авивском университете у нас недавно был удивительный абсолютно пример открыли несколько позиций для профессоров с высокими очень требованиями люди должны закончить постдокторат в американских университетах и мы получили на эти две позиции профессоров компьютерных наук порядка 270 резюме и выяснилось что почти 80% это израильтяне уехавшие из Израиля когда-то и получившие образование в очень очень престижных американских университетах они готовы получать меньше платить за высокий уровень жизни в Израиле с точки зрения дороговизны но хотят вернуться домой потому что Израиль и мы возвращаемся с того что мы начали имеет огромную притягательную силу и для израильтян и для евреев и сегодня слава богу удалось здесь всем кто приехал несмотря на массу сложностей объективных и субъективных построить очень интересное бурно развивающееся общество Хайман Яков большое спасибо за эту беседу спасибо вам с большим оптимизмом поздравляю всех ваших телезрителей и вас Миша с днем независимости нашего государства будет 75-й год нашей независимости будет счастливым красивым и беспроблемным по возможности Кен Иератсон будет так спасибо сейчас немного рекламы и поговорим об экономических показателях с которыми Израиль отмечал свой очередной день рождения и о перспективах израильской политики в эфире от шабата до шабата незадолго до радостного праздника Дня Независимости Израиля в самом начале недели утром в воскресенье в Аждоде произошла трагедия возле здания мэрии была совершена попытка самосожжения мужчина в возрасте около 60 лет который решил таким образом свести счеты и с жизнью и с муниципалитетом с обширными ожогами был доставлен в реанимацию погружен в искусственную кому как стало известно впоследствии пострадавший долгое время стоял в очереди на льготное жилье и в какой-то момент был из этой очереди вычеркнут и после очередной беседы социальным отделом мэрии решил поставить на всей этой истории включающей и его плачевное существование яркую горящую точку вот какой комментарий по этому поводу мы получили от Аждоцкого муниципалитета речь идет о человеке который хорошо известен работникам городской социальной службы из-за конфиденциальности информации мы не можем подробно рассказать о нем но отметим что он 6 лет стоял на учете в социальной службе и получал обслуживание а затем отказался от услуг недавно он вновь обратился в социальную службу по поводу жилья в воскресенье 1 мая он пришел в здание муниципалитета сотрудник социальной службы назначил ему немедленную встречу с руководительницей отдела жилья который находится в другом здании он отправился туда вышел из здания муниципалитета и поджег себя мы продолжаем выяснять все детали происшествия поддерживаем связь с семьей и оказываем им всю необходимую помощь итак это был комментарий от Аждоцкого муниципалитета но за следующим комментарием я хочу обратиться к главе финансовой комиссии КНЕСТ депутату от партии Наш Дом Израиль Алексу Кушниру Алекс, добрый вечер добрый вечер итак мы празднуем широко 74-й день независимости рапортуем о подъеме экономики на фоне общемирового кризиса что кстати правда и вот незадача еще один израильтянин из социально слабых в полном отчаянии поджигает себя у здания у здания мэрии демонстрируя просто запредельный уровень горя и уже упомянутого отчаяния как вот это одно с другим совмещается очень трагичный случай и я на самом деле не знаю всех деталей этого случая но конечно же этого не должно происходить в нормальном государстве которое должно заботиться о своих гражданах и на самом деле за последние 10 месяцев мы смогли изменить вот эту вот политику стеклянной стены через которую люди не могут пройти увеличив социальную отбавку для пожилых людей до 70% от минимальной заработной платы увеличив пособия ежегодные для ветеранов для инвалидов для выживших катастрофы недавно мы отмечали день катастрофы поэтому очень важно в этом сказать то есть за 10 месяцев те реформы которые мы продвинули которые направлены на помощь слабым слоям населения они уже сегодня дают результаты этот частный случай конечно же стоит его разобрать по деталям и понять почему так случилось для того чтобы дальше такого не было а сколько вообще сегодня серьезные бюрократические проблемы вы 10 месяцев я полагаю боретесь с бюрократией однако этот самый случай о котором только что говорили это неравная борьба человека и бюрократии где человек проигрывает неважно с бюрократией мы боремся гораздо больше чем 10 месяцев с бюрократией мы боремся уже давно еще когда я был депутатом КНЕСТ в оппозиции были очень многие вопросы по которым людям люди обращались к нам не только ко мне но вообще к депутатам от нашей фракции мы вот просто знаете персонально решаем проблему людей конечно так не должно быть на сегодняшний день бюрократическая система государства Израиль неэффективна есть очень много проблем которые нужно решать практически во всех во всех ведомствах но прежде всего мне кажется важно понять что госслужащие основная их задача заключается в том чтобы давать услуги и сервис гражданам и вот пока эта доктрина не изменится ничего не будет к сожалению на протяжении скажем так последних 10-15 лет вот это вот мировоззрение того что госслужащий не должен давать гражданам сервиса ну почему-то как-то укоренилось в очень многих ведомствах госслужащий строит на страже интересов своего ведомства и своего непосредственного начальства это так чаще всего и выглядит вот госслужащий должен стоять прежде всего на страже интересов граждан Израиля когда я был генеральным директором министерства альинтеграции первое что я сделал я как раз провел исследование о том насколько уровень сервиса министерства альинтеграции соответствует хотя бы каким-то стандартам результаты были плачевными но после 2,5 лет у нас был очень серьезный результат не только кстати в личном общении между служащими министерства и гражданами но и в дигитальном пространстве мы построили новый веб-сайт мы построили личный дигитальный кабинет который сегодня тоже прекрасно работает то есть концепция должна быть очень простой минимальный контакт максимальная эффективность вот когда мы до этого дойдем тогда у нас все будет хорошо и у нас еще очень длинный цифровой кабинет для новых репатриантов минабсорбция это конечно замечательно но Израиль называют уже многие годы стартап-нейшн нации стартапов при этом в нашей стране почему-то может быть вы мне объясните почему с этими стартапами особенно цифровыми особенно на государственном и не муниципальном уровне настоящая беда проблемы на сайтах возникают постоянно и так далее и тому подобное причем нам сейчас об этом напоминают новые репатрианты которые приехав далеко не из самых может развитых стран сталкиваются с тем уровнем сервиса который у них там был там 10-15 лет назад и сегодня они живут уже совершенно жили в совершенно других условиях в особенности это касается банковской сферы против которой тоже немало звучит банковская сфера это частное возмущенное если мы говорим о государстве о механизме государственных ведомств то конечно Израиль к сожалению находится далеко далеко позади не только развитых стран Европы но и стран это же Россия стран постсоветского стран постсоветского пространства где сервис гораздо более удобный гораздо более эффективный но как я сказал создана очень неэффективная система бюрократии на протяжении многих лет для того чтобы эту систему изменить ее невозможно изменить вот так потому что нужно изменить культуру каждого ведомства нужно правильно писать по-другому писать тендеры и это все происходит но это все берет очень много времени могу вам привести а принять закон нельзя в котором будет расписано что до такого вот числа вы работаете как вы еще работаете а после этого будьте любезны переходить на новые рельсы на цифровые знаете очень многие люди считают что принятие закона и к ответственности привлекать это вот как вот по волшебной палочке но вы понимаете что для того чтобы принять закон можно но нужно этот закон выполнять и соблюдать и если сегодня системы государства то есть я имею ввиду айти системы интернет системы системы услуг не готовы к этому закону, то закон можно принять, и он останется, знаете, лежать на очень красивой бумажке. Изменения должны происходить внутри министерств. И, кстати, я должен сказать, что многие министры, которые сегодня занимают посты, этим вопросом занимаются практически каждый день. Но просто такая огромная система, как министерство, практически любое министерство, даже самое маленькое, любое изменение берет очень-очень много времени. То есть нам этого в обозревом будущем перемен к лучшему не увидеть? Нет, однозначно... Мы даже по израильским сериалам знаем, что во многих министерствах просто родственники работают, да, которые... Нет, кстати, вот с этим я не согласен. Родственники не работают, есть нормальная система. Были журналистские расследования, где указывались прямо семейные кланы в госведомство. Это частный случай. Насколько я знаю, а я знаю, потому что я работал в правительстве, я был генеральным директором министерства, тендеры работают достаточно четко. И, кстати, одна из больших проблем русскоязычных репатриантов заключается в том, что они изначально не верят в то, что они могут подать на этот тендер и выиграть, поэтому они не подают. И вот это, кстати, большая проблема. И все, чем я много своего времени тратил, как раз на то, чтобы убедить людей, что это не так. Потому что очень часто тендеры... То есть ты выбираешь людей, тебе некого выбрать. Если бы туда подали какие-то люди, которые соответствуют какими-то критериям, их можно было бы выбрать на эти должности. Поэтому тут как раз у нас проблем меньше, чем во многих других странах. Я не говорю, что нет, но меньше, чем во многих других странах. Проблема заключается в том, что должна быть изменена так называемая Тарбут-Иргунит. То есть культура работы правительственных ведомств и организаций. Это берет время. В этом правительстве были сделаны первые важные шаги на эту тему. Они особо не освещаются в прессе, потому что это, знаете, внутриминистерские какие-то дела. Но опять же, это, знаете, это как большой корабль, который для того, чтобы даже если ты сейчас повернешь штурвал, пока нос повернется, это берет время. Я могу вам сказать, что мы, да, находимся на пути к улучшению сервиса, который государство предлагает своим людям. Кстати, я могу привести пример, знаете, с такой не очень популярным министерством, называется налоговая инспекция. И вот буквально за год работы с ними в финансовой комиссии КНЕСТа мы смогли добиться очень серьезных результатов. То есть сегодня, допустим, очень много отчетов, которые раньше нужно было подавать рукой и приходить в ведомство для того, чтобы подать. Сегодня делается онлайн, очень многие люди начинают этим пользоваться. Поэтому, да, есть процессы, которые ведут. А, кстати, тот же самый Битуах Леуми, если вы вспомните, Битуах Леуми 5-6 лет назад и сегодня, это абсолютно разные организации. Я не могу сказать, что они идеальные и полностью соответствуют стандартам 21 века, но мы к этому... Но работа проводится. Однозначно понятно, что есть проблема, эту проблему надо решать, и мы этим занимаемся. Я уже упомянул репатриантов, да, которые как раз указывают нам на несоответствие сервиса нашему гордому званию Startup Nation. Я бы хотел вас попросить процитировать следующий пост в фейсбуке, который мне попался, который вот говорит о проблемах как раз новых репатриантов. Новый репатриант из России приезжает в Израиль, все деньги он привозит наличными. Как еще, Свифт отключен, перевод делать сегодня из России в Израиль сложно. Приходит в Израиль в банк, тот ему или вообще счет не открывает, если еще нет статуса, и человек в процессе получения гражданства, или открывает, но не дает положить на него деньги, поскольку не доказано их происхождение. Далее, человек пытается снять первую квартиру на новой родине, но для этого надо показать хозяевам зарплатные ведомости и банковскую гарантию. Банковская гарантия для того, чтобы снять квартиру? Безусловно. Банковская гарантия для того, чтобы снять квартиру? Нужны люди гаранты, что тоже у новых репатриантов этого нет. Так вот, ну для этой банковской, неважно, письма, не будем называть на гарантии, надо иметь открытый счет в банке, на этом счету деньги, которые будут заморожены банком для обеспечения этого самого банковского счета. Вот, это вот лишь мелкая часть тех проблем, с которыми сегодня новые прибывшие репатрианты сталкиваются. Вот, и может быть в этом объяснение того самого факта, который на этой неделе широко обсуждался, о том, что треть приехавших из России новых репатриантов получила документы и какие-то подъемные и вернулась в Россию. Давайте по порядку. Давайте. Во-первых, на протяжении многих лет статистика репатриации вот как раз меняется. Многие люди приезжают, потом по каким-то причинам уезжают. Я считаю, что это абсолютно нормальный процесс, мы живем в свободном мире, Израиль это свободное государство, никого не должно держать за ручку для того, чтобы он остался, но государство должно сделать шаги для того, чтобы люди почувствовали здесь себя как дома и остались. И не захотели уже уезжать. И не захотели никуда уезжать. Что же касается конкретной ситуации сегодня с финансовыми транзакциями с Россией. Израильские банки это игроки на международном валютном рынке. И они естественно работают согласно тем стандартам, которые они получают от различных финансовых международных ведомств. У каждого банка есть такое понятие, есть такое название, называется кцинциют. То есть это человек, это целый департамент, который отвечает за компиляцию работы израильского банка с международными стандартами. Поэтому если есть банки, которые попали под санкции, или корреспонденс банки, которые попали под санкции, израильские банки не могут принять оттуда переводы. Что же касается открытия счетов. Израильские банки обязаны открыть счет любому репатрианту. Если есть какие-то проблемы по этому поводу, я сейчас обращаюсь в камеру и говорю, просто пишите мне. Я нахожусь с Игуда банком, то есть Ассоциация банков, на постоянном контакте. Если есть какие-то проблемы, кстати, немного, они одиночные, мы эти проблемы решаем. Что же касается сумм денег, которые люди хотят вложить. Если у человека есть доказательства о том, о источнике этих денег, то банки эти деньги примут. Если доказательства об источнике нет, то банки деньги не примут. И это абсолютно нормальный процесс. В России сегодня можно получить доказательства, потому что там работают нотариусы, работают адвокаты, все работает. Нет никакой проблемы получить доказательства источника дохода. Поэтому абсолютно не надо сейчас превращать это в какую-то кошмарную историю. Эти случаи абсолютно единичные. Ничего не изменилось от начала войны и после войны с единственной разницей. Есть банки, которые попали под санкции, и транзакции израильские банки не принимают. Что же касается съема квартиры. Съем квартиры в Израиле работает так же, как он работал и до войны. Для всех репатриантов. Вы приезжаете сюда, вы начинаете получать корзину. Вы начинаете получать корзину, вы можете пойти в банк, у вас есть чековая книжка. Есть люди, хозяева квартир, которые требуют банковские гарантии. Есть, которые не требуют. Есть, которые требуют гарантов. Есть, которые не требуют гарантов. Ни разу не встречал человека, который не требовал бы ни гарантии, ни гарантов. Я вам приведу пример. Я занимаюсь огромным количеством репатриантов, и есть люди, которые снимают квартиру без всяких гарантов. Есть многие люди, которые требуют гарантов от родственников, люди выписывают чек-битахон, это называется, и дают гарантию. Более того, ситуация изменилась только в одном. Сегодня репатрианты, которые приезжают сюда, получают несколько недель бесплатного проживания в гостинице. За это время они могут определиться с тем, как они живут. И факт, что большая часть людей, подавляющее большинство репатриантов, особенно те, кто приехали сюда для того, чтобы остаться, они решают эти вопросы. Никто не говорит, что репатриация в Израиль идеальна, и никто не говорит, что интеграция в Израиль максимально эффективна. Израиль до сих пор не понял, что мы находимся в состоянии конкуренции со всем остальным миром. И люди, которые приезжают сюда, мы должны сделать все для того, чтобы они могли здесь остаться. Есть три основных ключа к удачной репатриации. Это изучение языка, и поэтому, когда я был генеральным директором министерства, мы открыли частные курсы, частные ульпаны, для того, чтобы позволить людям какую-то гибкость в этом вопросе. Работа, причем работа, которая соответствует квалификации людей, а не какая-то другая работа. И поэтому были открыты огромное количество курсов квалификации оплачиваемых государств, которые можно сделать. И третье, это воспитание и обучение детей. Вот это три основных ключа. Как только эти три ключа сработали, можно сказать, что репатриация удачная. Мы все с вами прошли репатриацию. Те ошибки, которые были допущены, когда мы сюда приехали, часть из них исправлена, часть из них не исправлена. К сожалению, концепция до конца не изменилась. Государство Израиль до сих пор не понимает, что деньги, которые тратятся на репатриантов, это не расходы. Это вложения, которые в конце концов дадут очень хорошие выплаты. Очень хорошие инвестиции. И опыт 90-х годов тому яркие показательства. Но я не принимаю ту позицию, что вот есть какие-то проблемы с банками, из-за этого репатриация здесь в Израиле невозможна. Это неправда. Если возникают проблемы, можно в гугле набрать депутат Кнессета Алекс Кушнир. В личные сообщения. Телеграм-канал Кушнир на проводе. Пишите, будем решать вопросы. Замечательно. Алекс Кушнир, большое спасибо и с Днем Независимости. С праздником, с Днем Независимости. Я думаю, что несмотря на все проблемы, нам есть чем гордиться, знаете, государство Израиль было создано репатриантами, было создано для репатриантов, развивалось благодаря репатриантам. И мы здесь, как репатрианты, те, кто приехали попозже, те, кто приехали пораньше, должны чувствовать себя дома. А знаете, что значит дома? Дома, это значит, что если у вас кран течет, или если у вас там окно до конца не закрывается, или если, я не знаю, потолок протекает, вы не будете никого ждать. Вы сами возьмете в руки инструменты и будете чинить. Мы очень молодое государство, мы можем изменять реальность к лучшему. Именно этим мы и занимаемся. С праздником. Большое спасибо. Сейчас немного рекламы, после чего несколько слов о наших светлых экономических перспективах и шансах на прекращение роста цен. Вы смотрите программу «От шабата до шабата». На минувшей неделе сайт Валла порадовал израильтян результатами своего очередного экономического исследования. Согласно проверке, проведенной специалистами этого информационного портала, несмотря на все спекуляции относительно того, что после Песоха нас ждет очередной рост цен, этого не произошло. В рамках исследования были изучены цены на 135 самых распространенных товаров и продуктов. И оказалось, что после праздников потребительская корзина подорожала по сравнению с предпраздничной менее чем на 1%. При этом на протяжении нескольких предыдущих лет эта разница составляла почти 10%. Получается, что общественная критика повлияла на поставщиков и торговые сети, и они отказались от повышений цен? Или мы наблюдаем лишь некое затишье перед бурей? С этими вопросами я хочу обратиться к экономисту, финансовому консультанту Игорю Лупинскому. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. А как бы вы объяснили тот факт, что в этом году нет разрыва между ценами перед и после праздников? Ну, вы, в принципе, его уже озвучили. То есть, поскольку на сегодняшний день ситуация с ценами, ситуация с подорожанием находится в очень ярком фокусе внимания, как средств массовой информации, так и самих потребителей, видимо, как импортеры, так и розничные продавцы решили не идти на рожон и не вызывать, скажем так, лишнего гнева на себя. Как долго это продлится и когда нам этого повышения ждать, пока непонятно. Вполне возможно, что оно предстоит перед праздниками, но можно сказать, что некоторые госпрограммы и некоторые инициативы нашего правительства все-таки, возможно, возымели действие. Насколько это действительно так, мы узнаем примерно еще через полгода-год. Но пока вот во временном плане стандартная тенденция, что после Песаха всегда все дорожало, в этом году фактически не случилась. Является ли это некой подготовкой к возможным предстоящим выборам или реальной ситуации? Это мы узнаем, опять-таки, примерно через полгода. Если ситуация будет стабильна, значит, все хорошо. Если мы получим подорожание к Новому году, к Рошашане, то это просто была та самая отсрочка. Понятно. А как вы оцениваете перспективы рынка жилья, особенно на фоне массовой репатриации и приезда десятков тысяч человек сюда в Израиль? Мы находимся в ситуации резкого повышения спроса на жилье, как на съемное, так и, естественно, и на покупку, потому что люди приезжают сейчас с мыслью, а это примерно каждый третий, с тем, чтобы прям быстро что-нибудь купить, для того, чтобы не обесценить возможный капитал или просто по привычке того, что уже давно там более-менее нормально жили в своем жилье, что резко повышает спрос в стране, что, соответственно, тут же отразится на ценах, потому что этим вновь приехавшим достаточно все равно на те реалии, на ту ситуацию, которая присутствует здесь. Поэтому в ближайший год-два я как раз-таки рассчитываю на... Не то, что рассчитываю, а ожидаю достаточно резкого подъема цен, скажем так, грезче, чем это было бы, если бы подобной волны не было. И, в принципе, своим клиентам рекомендую рассмотреть приобретение недвижимости, если есть финансовые возможности, скажем так, в приоритетном плане на ближайшие пару лет. А как вообще массовая алия, с вашей точки зрения, повлияет на израильскую экономику в целом? Наша страна сможет извлечь из этого больше выгоды, чем это было в 90-е годы? Ну, насчет больше не знаю. Тут надо будет посмотреть на статистику. Это достаточно сложные расчеты, которыми я лично не занимаюсь. Я могу сказать, что любой приток сказывается положительно во всех факторах. Во-первых, это и приток капитала, во-вторых, это и приток как возможных трудовой силы, так и возможных рабочих мест. Особенно сегодняшняя алия, которая в большинстве своем состоит из предпринимателей. Соответственно, это люди, которые, скорее всего, продолжат свою деятельность так или иначе. Соответственно, это возможное создание рабочих мест. Что хорошо для страны, ну и, естественно, резко вырастает уровень потребления, что точно так же замечательно для страны. Поэтому любой приток, он положительный на уровне макроэкономики. То есть, к каждому, конечно, потребителю, может быть, это будет и не так приятно, как, опять-таки, рост цен на жилье. Но с точки зрения макроэкономики на уровне страны это всегда полезно. Игорь Лупинский, большое спасибо за эту беседу. Спасибо вам. Всего доброго. И на этом программа «От шабата до шабата» подошла к концу. Всего вам доброго, будьте здоровы и увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok